Благодарю вас за ваше внимание. Пусть Божий мир пребудет с вами. Послание, которым я хотел бы поделиться с вами, называется, положим конец, лайт христианству. Скажем «да» глубокой вере. Просите о глубокой вере. А вы знаете, что в наше время многие продукты содержат в себе мало калорий, сахара и жира. Подобное лайт питания якобы более полезно для нас и предназначено помочь нам обрести более здоровый образ жизни. Но давайте оставим питание и обратимся к Слову Божьему. Я хочу вам прочитать замечательные стихи, слова самого Иисуса Христа, которые записаны в 6 главе Евангелия от Иоанна. Это 35 стих. Иисус же сказал им, «Я есм хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус говорит «Я есм хлеб жизни». Что это за хлеб жизни? Хлеб — это основная еда. Это то, что поддерживает, поднимает, строит не только наши клетки, но также нашего внутреннего человека. Хлеб жизни строит мою душу и мои отношения с Богом. Жизнь вечная построена и поддержана хлебом жизни, то есть присутствием, Словом Божьим и общением с Господом Иисусом Христом. Для того, чтобы иметь общение, вкусить хлеба жизни и действительно питаться от него и насытиться, необходимо соблюдать некоторые условия. Для начала не нужно спешить. Конечно же, вы можете на различных устройствах, например, на планшете или айфоне, слушать Библию. Однако, надо сказать, что мы подвержены многим отвлечениям. Нас может остановить взгляд другого человека, шум, приходящее сообщение и так далее. И мы не вполне сконцентрированы на Слове Божьем. Тем не менее, слушать аудио Библию неплохо, но не стоит ограничиваться только этим. Иначе мы рискуем иметь лайт веру, и так не нужно спешить. Затем нам нужно расположить сердце. Мы нуждаемся во внутреннем мире и спокойствии. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 6 главе. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне». Можно сказать, что Иисус мог бы опустить эту подробность. Ведь когда мы заходим в комнату, конечно же, мы закрываем за собой дверь. Но вы знаете, Библия никогда не преувеличивает. В ней нет ненужных подробностей. Нам порой трудно закрыть дверь наших мыслей, желаний и беспокойства. Они входят и выходят, обременяют нас, и затем исчезают. Нам нужно создавать условия для внутреннего мира, чтобы в этих условиях получить хлеб жизни. Затем этот хлеб жизни, который исходит от Слова Божьего, приведет нас на глубину и на более глубокий уровень. Нам необходимо иметь открытое, расположенное сердце. В одном собрании могут быть два человека, которые услышат одинаковые слова, примут участие в одних и тех же действиях, споют те же хвалы, услышат одну и ту же проповедь. Оба человека будут молиться. Но один выйдет измененный, радостный, наполненный и насыщенный, а другой выйдет такой же, как и пришел. Почему? Потому что у одного было сердце открытое, а у другого нет. Нам нужно сердце открытое, свободное от всего, что может помешать хлебу жизни нас по-настоящему питать. Поэтому нам нужно иметь голод и жажду по Слову Божьему. Иисус сказал Петру, «Закиньте сети на глубину, и там найдете». Итак, нам нужно войти в глубокие воды для того, чтобы услышать Слово Божие, познавать волю Божию, Его планы на нас, Его ожидания. Может ли Бог чем-то с вами поделиться? Если вы увлекаетесь, лает христианством. О нет! Войдите в глубокие воды, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Я завершаю притчей о девах, о которой говорится в Евангелии от Матфея, 25 главе. Очень коротко расскажу саму притчу. Десять молодых девушек сопровождают невесту, которая идет навстречу жениху. Речь идет о восточной свадьбе, которая проходила 2000 лет тому назад. Это был большой праздник, который мог длиться даже несколько дней. Жених не говорил, когда собирается прийти. Он мог появиться в любой момент, и нужно было быть готовым. Итак, время идет, и посреди ночи раздается крик. Жених идет! Пойдемте встречать его! Библия говорит, что девы вышли со своими светильниками. У пятерых не было запасного масла. Итак, у пятерых не было масла в критический момент, когда пришел жених. Они сказали, наши светильники гаснут. Прочитайте эту притчу внимательно. Оттуда можно черпать много уроков. Однако я хотел бы поговорить о следующем уроке. У пяти дев не хватило масла в критический момент их жизни. Если вы довольствуетесь лайт-верой, общением и чтением Библии, то, что вам сегодня кажется достаточным, завтра будет скудным запасом. Завтра, когда вернется наш Господь, нужно будет быть готовым. Завтра нужно будет уже понимать и исполнять Его волю. Важно, чтобы мы были послушными Его голосу, чтобы мы были с Ним едины, находились на глубине, чтобы получить хлеб жизни, который действительно питает нас. Пусть Бог обильно благословит вас. Делитесь этим хлебом жизни с другими людьми, которые тоже ищут. С сегодняшнего дня говорите «нет» лайт христианству, да благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова